С началом летних каникул при храме Рождества Христова начал работу детский оздоровительный лагерь под руководством опытных тренеров-инструкторов военно-патриотической секции и казаков храма. И несмотря на утренний дождь в день открытия лагеря, построение и линейка торжественно состоялись у аллеи героев. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 мероприятия, но они сегодня ставкуют в особенное время. Это время нашей спецоперации, это время борьбы с фашизмом. И вы, это наше будущее, тот, кто завтра станет в строй, тот, кто будет защищать нашу Родину, тот, кто будет помогать нашему равенному, тот, кто будет кормить нашу страну и тот, кто будет молиться. С показательными выступлениями на линейке выступили воспитанники военно-патриотического клуба при храме Рождества Христова. В этом году в лагере записалось более 100 ребят. Это и мальчики, и девочки. Кто-то участвует впервые, а некоторые ребята пришли в летний лагерь уже не в первый раз. В течение двух недель ребята будут обучаться туристической подготовке, пройдут занятия по стрельбе из винтовки в тире, ребятам предстоят игры и спортивные состязания. Работа лагеря не ограничивается только физической подготовкой. В распорядке дня предусмотрены просмотры духовных и патриотических фильмов, занятия в музее казачьего быта, посещение выставки моделей военной техники. Но самое главное, что день в лагере начинается с молитвы. А священнослужители проведут занятия в рамках часов духовности. Хочу всем вам пожелать, чтобы вы нашли себе такого друга, на которого можно было бы моложиться, чтобы он был честный, справедливый, сильный, добрый, отзывчивый и смог, если надо, за тебя постоять. Пожелуем ребятам хорошо провести время, набраться сил, приобрести знания и навыки и духовно окрепнуть. Субтитры создавал DimaTorzok